добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о крещении в духе святом я хочу сегодня привести несколько отрывков из книги деяния апостолов когда описывается крещение в духе святом я хочу чтобы мы с вами поразмышляли над тем что было общим для всех этих случаев итак первый случай это крещение апостолов 2 глава деяний со 2 стиха внезапно сделался шум с неба как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом где они находились явились им разделяющиеся языки как бы огненные и почили по одному на каждом из них и исполнились духа святого и начали говорить на иных языках как дух давал им провещевать второй отрывок это дом корнилия 10 глава 44 стиха когда же петр еще продолжал эту речь дух святый сошел на всех слушавших слова и верующие от забрезанных пришедшие с петром изумились что дар святого духа излился на язычников потому что слышали их говорящих языками и величающих бога когда петр сказал кто может запретить креститься водой тем который как и мы получили святого духа и велел им креститься во имя иисуса христа потом они просили и его побыть у них несколько дней и третий случай это ефесская церковь апостол павел проповедует там говорит о крещении в духе святом если вы помните он пришел в ефес и первый же вопрос который он задал ефесским верующим он спросил имеете ли вы духа святого смотрите услышав это они крестились во имя господа иисуса и когда павел возложил на них руки не шел на них дух святый и они стали говорить иными языками и пророчествовать всех их было человек около 12 итак друзья что общего у этих трех историй которые я вам прочитал когда апостолы собрались в горнице на них сошел дух святой его сошествие сопровождалось шумным ветром и даже я бы сказал это был такой очень громкий хлопок который услышали да во всем городе и любопытные люди собрались послушать посмотреть увидеть что же это такое но было еще одно знамение это огонь который сошел на каждого из них но было третье они начали говорить на иных языках когда мы переходим переносимся с вами в дом корнили где проповедуют петр мы видим практически ту же картину когда они получают крещение в духе святом то петр говорит что мы узнали о том что эти люди получили крещение только потому что они начали говорить на иных языках и третье это ефесская церковь когда павел возлагает руки на 12 учеников которые были в ефесе они получают крещение в духе святом и павел узнает об этом потому что они начинают говорить на иных языках и так каждый раз практически каждый раз когда мы с вами читаем книги деяния апостолов о том что люди получили крещение в духе святом мы видим что она сопровождается говорением на иных языках таким образом можно сделать вывод что крещение в духе святом имеет один очень важный аспект вернее это даже не аспект это признак признак крещения в духе святом это аспект это признаки и и и и и